Доброе утро, страна! Это потому что 365 дней в году, я так понимаю. Да, почему? Потому что идея возникла из-за того, что в основном ветеранов, ну, как правило, вспоминают 9 мая. То есть этим и заканчивается. Мы решили это сделать в течение года, поэтому, соответственно, название такое. А как вообще пришла такая идея? То есть обычно все вспоминают действительно 9 мая, всегда находятся предприимчивые люди, которые 5 мая, может быть, в начале мая говорят о том, что да, надо что-то сделать, нужно помочь, и потом это заканчивается. Ну вот именно из-за этого мы решили, на самом деле идея была давно, просто никак не доходили руки, может быть, сознание все-таки это сделает. На самом деле, вы правильно говорите, буквально несколько дней и все. В этом году, в мае, 10 числа мы решили это организовать. Нас сейчас очень много, сторонников много, как бы, именно непосредственно активных людей, которые принимают в этом участие, тоже достаточно. Но в любом случае, конечно, нам нужна сила. Вот, Адель, скажите, пожалуйста, вы волонтер движения. Да. Как так получилось, что вы прилинули тоже, присоединились к этой организации? И как вообще возникла идея, что вот ребята хорошим делом занимаются, я тоже должна быть среди них? Ну, в принципе, как бы, я изначально, я увидела на Facebook то, что Тимур делает много хорошего и написала, какая нужна помощь. Он как раз работал над проектом «Ветеран-365». Я предложила свою помощь и стала волонтером. А что вы делаете? Что делают волонтеры? Ну, получается, у нас есть списки ветеранов. Мы посетили уже большое количество. Развозим продукты, относимся индивидуально и смотрим, кому что нужно. Кому-то какие-то медикаменты, кому-то, может быть, инвалидные кресла. Есть ветеран, который спит на картоне. То есть вот сейчас мы договорились, ему делают кровать. Ну, чем можем, кому что нужно, помогаем. Там вплоть до радио, радиоприемник. Может быть, вчера вот поступила просьба от одного ветерана газовый баллон, потому что у него электроплита и в их районе очень часто отключают свет. Поэтому мы сейчас будем находить средства, искать, чтобы поставить ему газовый баллон. Слушайте, ну, замечательно. Мне кажется, что многие люди, они максимум могут поставить лайк, прислать лайк и сказать, ребята, молодец. И сделать переход, мы с вами. Мы с вами мысленно. Многие хлопают по плечу, говорят, молодцы, ребят, классное дело делают и проходят мило. Тимур, вот можно узнать, вот вы говорили о том, что вы помогаете нуждающимся ветеранам. И возникает вопрос, как вы узнаете, во-первых, о тех, кому помогаете, Тарас, и как вы узнаете, кому что нужно. Ну, нам помог городской кенеша и совет ветеранов города Бишкек. Нам дали списки, которые мы обзваниваем. До сих пор обзваниваем, потому что списки большие, работа очень большая над этим ведется. Вот, и в беседе с каждым ветераном мы задаем, раскрываем, как бы, тему того, что вам необходимо. Вот, что вам нужно от того, что вам не хватает. Они, ну, как правило, не всегда по телефону говорят, потому что доверие это очень, как бы, заслужить очень тяжело, потому что наших ветеранов обижали уже неоднократно. Вот, но, тем не менее, они говорят. Мы уже к ним в гости приезжаем с каким-то символическим пакетом продуктов, да, как бы, для предлога, для того, чтобы просто пообщаться. И узнаем о том, что, оказывается, им нужно больше, чем они сказали по телефону. Тимур, вот скажите, пожалуйста, наверняка, ну, к сожалению, такая практика, что хорошие дела у нас делаются не просто так. А когда вы приходите, люди ждут, что вы либо очередной депутат, либо баллотируетесь куда-то, да? Ну, наша организация абсолютно к политике не имеет отношения. Проект рассчитан на 5 лет. Почему? Потому что сейчас ветеранам, в принципе, всем от 92 до 96. Мы надеемся, и дай бог им всем здоровья, чтобы мы с ними проработали еще больше. Далее проект просто перейдет в поддержку других социальных каких-то моментов. А их у нас очень много в городе. Да, социально уязвимые слои общества, к сожалению, есть, и они тоже нуждаются в поддержке. Вот такой вот вопрос. Как люди приходят к вам в ряды? Они видят это из социальных сетей? Да, мы есть в Фейсбуке. Группа и страница называется «Ветераны 365». Люди предлагают свою помощь, если они видят, что конкретно есть какой-то запрос, вот буквально Адель недавно выставила пост о том, что одной бабушке нужна инвалидная коляска. Но как бы это действительно нужно, и вот наши знакомые даже с Москвы написали, ребят, какой у вас там банковский счет, давайте мы вам вышлем деньги. То есть, ну, как бы очень хорошо. Очень приятно, на самом деле. Да, даже с Москвы. Адель, вот можно вопрос? Вы выставляете, получается, всевозможное объявление о том, что требуется то или иное. Насколько кыргызстанцы отзывчивы? Знаете, отзывчивы. И это очень приятно наблюдать. То, что людям не безразлично. То, что они хотят помогать. Вообще, хотелось бы, наверное, призвать и пригласить в наши ряды побольше волонтеров. Активных участников. Активных участников, да. Потому что, как бы, чем больше нас, тем больше мы охватим, сделаем какие-то вещи быстрее. Потому что нам нужно успеть сказать спасибо. На самом деле успеть, потому что времени не так много. А вот скажите, пожалуйста, в основном, сколько человек составляет приблизительно ваш стабильный вот этот вот состав? Потому что наверняка бывают те, которые, ну, успокоили совесть, где-то что-то помогли, сходили. Около 25-30 человек. То есть нам, дорогие телезрители, я думаю, что благодаря вам хороших людей может быть гораздо и гораздо больше. И можно и карму себе почистить, и действительно почувствовать себя социально важным и полезным человеком Кыргызстана. На самом деле, для них, да, это нужно сделать. А вот скажите, я смотрела в вашем интервью, вы говорили, что иногда ветеранам требуются такие простые вещи, как иногда просто даже прийти с детьми, иногда вот компания, просто составить им обществ. Да, ну, вот у нас мы для себя взяли пять основных направлений. Это обеспечение продуктами и медикаментами, развести ветерана, то есть довести его до какой-то точки в городе, сопроводить в личных каких-то пеших прогулках. Также жилищно-какие-то коммунальные бытовые моменты, да, то есть починка мебели, ремонт или еще что-то. Вот, поэтому вот это наши основные пять направлений. Грубо говоря... Ну, вы помогаете, вот можно вопрос, просто очень хотелось задать его. Вот вы помогаете, но это же ведь не разовая акция, вы отслеживаете жизнь? Мы контролируем каждого ветерана, то есть если мы ему начинаем в чем-то помогать, мы за ним закрепляем одного или двух волонтеров для того, чтобы они были с ним в любом случае. Потому что, то есть если мы там привезли продукты, спасибо, до свидания, спасибо за победу, уехали. Нет, ну, как бы мы звоним, потому что и после этого ветераны тоже звонят. Им очень нужно наше внимание. А вы скажите, те ветераны, с которыми вы работаете, у них есть семьи, там, дети, внуки? У большинства есть, но как бы сейчас на данный момент процентовка такая, что у 40% нет никого, а у 60% есть. То есть внуки, возможно, дети, да. Хоть кто-то им еще помогает из своих родов? Помогают, да, помогают. Но очень большой процент одиноких стариков, которые уже в силу возраста просто и в состоянии здоровья просто лежат уже. То есть они не встают. Ну, все мы понимаем прекрасно, что ветераны Великой Отечественной войны, это те люди, которые, скажем, действительно, те люди, которым необходимо помогать. Но наверняка в вашей деятельности знают и другие. Бывали случаи, когда вот кто-то узнал, что вы кому-то помогаете, начинал намекать, навязываться, возможно, требовать этой помощи. Из ветеранов вы имеете? Нет, не из ветеранов. А из других пожилых людей? Ну, другие пока нет, пока такого нет. А вы как это проверяете? Что они? У вас список были все равно. У меня еще такой вопрос, учитывая, что вас зовут Тимур, и все-таки тимуровцы, они занимались такой же хорошей деятельностью. Может быть, действительно это поставить на потоковую какую-то основу? Может быть, будет какое-то сообщество? Тимуровцы, они на самом деле же делали хорошие дела, это были какие-то мелочи. Даже если у тебя есть соду, какие-то яблоки, ты не в состоянии сам съесть. Можно просто собрать урожай и... Да, пригласить всех на сбор урожая и поделиться, да? Да. Ну, возможно, но на самом деле, как вы изначально сказали, очень много людей видят в этом какой-то подвох, то есть какой-то политический след. Многие знакомые говорят, что в депутаты собрался, я говорю, да нет, в принципе, просто нужно выполнить реально свой долг. Вот я думаю, на этой вот хорошей ноте, что это наш долг, долг тем, кто в свое время построил наше будущее, в котором мы сейчас уже находимся. Так что я думаю, что в каждом из вас, дорогие телезрители, должно проснуться вот это вот желание сделать хотя бы один раз что-то хорошее для ветеранов, благодаря которым у нас есть вот это мирное небо над головой. Ну, вам спасибо большое за то, что вы делаете такие замечательные вещи. Надеемся, что, я думаю, и сами мы тоже можем вполне попробовать стать чуть-чуть лучше благодаря вот таким вот организациям. Да, да, да. Спасибо вам за эфир. Удачи вам, всего самого замечательного. А мы продолжаем говорить на актуальной теме. Звоните по номеру 577-77-97 и не переключайтесь.